11.05 на часах в студии Дарья Токузлева, Антон Погодин, главный редактор портала «Первый источник». Мы начинаем дневной разворот. Прежде чем я представлю наших сегодняшних гостей, проанонтирую тему второго эфира. К 12 часам к нам придет Алексей Котлючков, зампредседателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия. Мы обсудим, как отработали наши аграрии этот сезон, что там интересного. Ну, может быть, на первый взгляд кажется скучновато, но на самом деле у нас там много вопросов. Поэтому присоединяйтесь, 211-101, если будут вопросы, звоните. А сейчас у нас в гостях Игорь Загоцкин, главный тренер команды «Родина». Игорь Васильевич, добрый день. Добрый день. И Сергей Лазуткин, директор клуба. Сергей Михайлович, и вам добрый день. Да, здравствуйте. До эфира мы решили, что мы начнем с результатов Кубка России, потому что это последнее соревнование, которое завершилось. Неплохо, неплохо все началось, должно сказать, потому что, если судить по прошлому сезону, ну, правда, казалось, что это агония уже никогда не закончится. И вот, вроде бы, кубок начали достаточно опасно, как нам показалось. Такой вопрос задам. Игорь Васильевич, Сергей Михайлович, вот, если бы вам перед началом Кубка сказали, что «Родина» на Кубке наберет 10 очков, как бы вы отреагировали на это, поверили бы или, наоборот, посмеялись? Давайте я отвечу. Я однозначно бы не поверил. На такой результат я не рассчитывал, потому что я знал, что все равно были какие-то проблемы в подготовке, не было ледового наката. Но рассчитывал на мастерство индивидуальное, на мастерство тренера, что он все-таки сумел за это время поставить какую-то игру. Но если бы мне сказали, что мы до начала турнира, если мы наберем хотя бы 6 очков, я был бы доволен. В прошлом сезоне, насколько я помню, за весь сезон, по-моему, один раз одна победа была над Зорким, если мне не изменяет память. Да, ломаем традиции. Строитель, по-моему, мы не побеждали уже, ну, точно не помню. Может быть, года два точно, а может быть, даже и три. Ну, вот смотрите, все равно, даже если судить по прошлому сезону, проводятся какие-то некоторые параллели. Мне кажется, все равно на все время матча ребят все равно где-то что-то не хватает еще. То есть где-то смотришь, вроде бы тут начали, и ближе проходит там 5-7 минут, и опять как-то все преимущество растворяется. Ну, хотелось бы сказать о том, что мое мнение, что результат очень хороший на данный момент Команда сейчас не в той степени готовности. Это однозначно то, что нам просто необходимо времени для того, чтобы набрать те кондиции, именно кондиции по скоростной выносливости, которые на земле подготовить, в принципе, невозможно. Поэтому нам необходим лед, необходимо большое количество часов, которые нужно накатать. И я думаю, что тогда мы можем уже судить о том, сможем ли мы правильно ли выстроить подготовку. Поэтому проблема существует. В этих матчах она на самом деле была. Да, мы играли, может быть, 50 минут, может, 60 минут. Причем матчи были такие, что какие-то матчи, допустим, с Волгой мы второй тайм играли более сильно, а начало было смазано. Но что касается этой проблемы, да, она существует, и нам ее необходимо решать. Обязательно будем думать. Сейчас уже проведено метабследование, и, как показало, на самом деле эта проблема есть, и есть над чем работать. В этом направлении у нас есть месяц. Будем пробовать исправить ситуацию. Игорь Васильевич, чем сейчас занимается команда? Приехали из Ульяновска с Большого льда, тренируетесь на малом льду, на грунте. Что делаете? На данный момент команда, недельный цикл у нас на земле. То есть у нас сейчас как раз подготовки сегодня, вот, уехали мы на велотренажеры. Вот, будут в этот период запланированы два таких занятия. Два занятия по силовой подготовке запланированы. Вот, то есть этот период мы на земле находимся. 8 числа мы выезжаем на сбор в город Ульяновск. Там будет, помимо тренировочных занятий, еще участие в Кубке Волгоспорт-арены. Матчи нам просто жизненно необходимы, потому что новая команда, нам надо играть, играть и играть. Да, там будут интересные соперники у нас в группе «Динамо Казань» и «Акжиык». Ну вот смотрите, да, если к Кубку опять возвращаться, говорить вы, да, о том, что невозможно к сезону на земле так подготовиться. И, соответственно, вот опять тут возникает вот эта проблема, когда многие команды расценивают Кубок России как некое продолжение какого-то тренировочного процесса, да, особенно там топовые клубы для Родины. Кубок России это все же больше соревнований или это тоже возможность просто обкатать команду? Ну да, на момент это, безусловно, все равно была подготовка, но очень бы хотелось как раз одержать вот эти победы для того, чтобы именно понять вот эту какую-то ситуацию, что мы можем не только проигрывать, но и выигрывать. Для этой команды, которая, по сути дела, вновь собрана, нам очень важны были победы для того, чтобы коллектив как-то был еще более сплоченным и понимать, что мы двигаемся в правильном направлении. Поэтому в любом случае победы это неплохо, а в данной ситуации они нам жизненно необходимы. Ну и главное, хотелось бы добавить, что было видно, у команды уже есть характер. То есть были какие-то моменты, когда, допустим, мы проигрывали, где-то усталость чувствовалась, но лидеры брали игру в свои руки и вытаскивали такие матчи. Ну как, кстати, вообще команда, как настрой после побед, по крайней мере? Ну мне бы вообще хотелось отметить о том, что чем всегда славилась Родина, это тем, что был коллектив, да, всегда называлась команда с одного двора, с нашего двора. Вот сейчас, я думаю, что мы хотим выйти на те же позиции, которые были раньше имеются в виду, я сейчас говорю даже, может быть, не о каких-то результатах, а именно о взаимоотношениях в коллективе. Вот если это у нас получится, то у нас будет хорошая боеспособная команда. Ну и следующий шаг, я думаю, что огромнейшее у нас дело, которое нужно решить, это взаимоотношения с болельщиками, вернуть тех болельщиков, вернуть то общение, вернуть то такое хорошее взаимоотношение с ними для того, чтобы нам всем вместе двигаться дальше. Много, кстати, ребят в Ульяновск наших поехали поддержать команду? На удивление много. Я думал, приедет, ну, не знаю, человек 5-10, я насчитал, человек 40 приехало. Это было, опять же, удивление. Давно такого не было десанта, потому что последние два года были единичные вылазки. Сейчас приехали, да, они смотрели, поддерживали. Большое им спасибо, огромные слова благодарности, хочется им сказать. Мне кажется, после такого удачного старта, наверное, мы просто раньше частенько катались на изкожи, не коробка там, да, лед вот этот большой. И звонок у нас? А, звонок, да. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Александр, у вас есть вопрос к гостям, предложение? Да, у меня один вопрос к Сергею, один вопрос к Игору Васильевичу. Давайте. Вопрос к Сергею. Намечается ли встреча с болельщиками, и когда это чудесное событие произойдет? И вопрос к Игорю Васильевичу, будут ли еще какие-то усиления в этом сезоне? Спасибо. Спасибо вам. Да, встреча с болельщиками планируется, прорабатывается. Надо согласовать графики, потому что, я думаю, на этой встрече должны кто-то присутствовать, может быть, и с руководителей, пока с ними прорабатываться. Для этого, скорее всего, нам выделят Дом культуры Родина. Срок пока определен ориентировочно, пока не буду его говорить, он будет опубликован. Это будет, наверное, самый конец октября. Такая встреча обязательно будет. Я планирую, она будет в форме, наверное, презентации команды, ну, вопросов-ответов. По команде, по усилению состава. Ну, мне бы хотелось добавить, а встреча с болельщиками, на самом деле, это событие очень нужное, и мы прекрасно понимаем то, что оно обязательно должно быть. Поэтому мы все сделаем для того, чтобы эта встреча состоялась. Приходите, задавайте вопросы, по сути дела, даже пусть они будут не всегда приятными, но то, что люди приходят и интересуются нашей командой, это самое главное. Да, приглашаем всех желающих обязательно, чтобы было побольше болельщиков. Ну, а что касается усиления команды на данный момент, сейчас, наверное, получилось так, что у нас еще есть одно усиление, это Кирилл Барбин, который играл в команде «Сканевтянник». Получилось так, что сейчас на данный момент он стал свободным агентом. Команда «Сканевтянник» не увидела его в этом сезоне в своих рядах, имеется в виду команда «Суперлиги». Вот мы взяли его в наш коллектив, очень надеемся, что он будет прогрессировать. Безусловно, есть к этому предпосылки, поэтому мы рады, что опять же нас, кировский воспитанник, вернулся домой. Тем более, что Родина всегда как раз этими славилась, то, что как раз большинство игроков должно быть кировскими. Игорь Васильевич, если позволите, продолжу как раз тему про возвращение своих воспитанников. В Хабаровске играет еще один кировчанин, Никита Меньшиков. Шла ли речь о возвращении его в Киров? Реально ли это в ближайшем будущем? У него контракт еще один год. В принципе, договоренность была, но на данный момент сложились такие у него причины. Есть они объективные, субъективные, но на данный момент он принял решение, несмотря даже на то, что будет ли он играть в команде Суперлиги, будет ли играть в команде Высшей Лиги, но он остается в скане в тянике. Этот сезон, по крайней мере, так. Дальше посмотрим. Но тем не менее, у нас период до заявок, насколько я помню, заканчивается 31 декабря. 25 декабря. 25. То пока мы полностью не исключаем возможности, что кто-то еще пополнит состав Родины. Ну, я скажу так, что, опять же, когда мы игроков подбирали, все же зависит, естественно, от зарплатной ведомости, от этого и подбирается состав команды. Поэтому и тех игроков, каких-то, наверное, громкогласных приобретений вряд ли мы сможем сделать. Поэтому мы рады, что возвращаем своих воспитанников. Есть еще разговоры с разными ребятами, да. То есть, если они вернутся домой, мы будем только рады. Все равно упор делается на возвращение кировских игроков. Прервемся, давайте, на полминуты. Продолжаем дневной разворот. Игорь Загоскин, главный тренер команды «Родина» и Сергей Лазуткин, директор клуба. Антон Погодин, Дарья Топузлиева. Продолжаем беседу. Кирилл на Кубке выступал? Нет, он приехал. Он играл в составе молодежной сборной в зоне «Восток». Там провел вот эти матчи, которые были запланированы. И после того, вот с 1 октября, он приступил к занятиям к нашей команде. Да, контракт подписан с 1 октября. В остальном по Кубке, по турнирной таблице были у вас еще какие-то удивления, кроме непосредственно Родины. Ну, я бы так сказал, что Кубок, это безусловно, вот это с сентября месяц, это как раз все команды находятся в разной степени готовности. Допустим, если возьмем команду «Динава», «Москва», я думаю, что она должна уже практически быть на пике. Может быть, чуть-чуть под какие-то шероховатости свои исправить. Вот, потому что у них в ближайшее время... Сейчас еще Кубок Мира предстоит. Да, да, у них в ближайшее время участие в Кубке Мира, поэтому они, ну, как-то форсируют подготовку. Вот, поэтому они, наверное, стояли особняком на Кубке. Остальные команды, скажем так, в какой-то степени, плюс еще за 8 дней надо было сыграть 7 матчей, поэтому в зависимости от какого-то физического состояния команды играли чуть лучше или чуть хуже. Вот, но я думаю, что больше, наверное, каких-то... Родина пока и называет команду загадкой. Ну, по сути дела, для нас это тоже еще загадка, как мы сможем ее выстроить, по крайней мере, в этом сезоне. Вот, но остальные команды, наверное, пока показали свою силу, то, на что они способны... Нет, ну, меня вот удивил команда «Мурманск», допустим. Я не ожидал после нашего тренировочного матча, я не ожидал, что «Мурманск» выступит достаточно уверенно и наберет свои очки. И со всеми командами они играли... Вот для меня команда удивления была «Мурманск». А покупку еще хочется добавить. Допустим, у нас был матч, наверное, я его считаю, один из лучших, несмотря на то, что мы его проиграли. Играли с «Динамо» Казани. Это была хорошая игра, обоюдно таки, но мы спокойно могли ее выигрывать. Так что, несмотря на то, что даже мы набрали 10 очков, могли даже набрать еще больше. Ну, вот смотрите, да, по поводу 7 дней и такого количества матчей не выматывает такой график? Потому что ни раз, ни два ведь поднимался вопрос о том, чтобы сократить проведение Кубка России до 3-4 дней, чтобы не выдыхались ни люди, ни болельщики. Либо изменить формат матчей и проводить их не два по 45, а два по 30 минут. Ну, хотелось бы сказать, что да, конечно, за этот период времени это очень большая нагрузка на хоккеистов, плюс еще учитывая, что подготовка, ребята еще не так готовы, как бы хотелось, поэтому, естественно, нагрузка большая. Из плюсов можно сказать, что нам надо играть, играть и играть. То есть этот момент можно отнести, так сказать, в копилку. То, что матчей можно каким-то образом было провести какую-то другую схему. Ну, наверное, да, но федерация приняла решение. Мне тоже кажется, формат, в принципе, можно и поменять, сделать какой-то, не знаю, более интересный, более живой какой-то. Побольше динамики. Можно поработать в этом направлении. Нам подсказывают, что есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь. Алло, здравствуйте, алло, товарищи. Александр, у вас есть вопрос? Да. Задавайте. У меня вопрос Сергею Михайловичу. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, какая планировалась активность с болельщиками в этом сезоне, и какая будет билетная политика в этом сезоне тоже. Спасибо за вопрос. Какая активность? Не совсем, правда, понимаю, что имелось в виду. Возможно, какие-то развлечения на стадионе для болельщиков, не знаю. Ну, наверное, и продажа атрибутики. Вот Александр, наверное, еще это вкладывал в свой вопрос. Да, сейчас у нас проходит по символике. Сейчас попробуем получить торговую марку, пока это в процессе. Как только ее получим, у нас, да, все-таки надеемся, что будет организована продажа с сувенирной всей атрибутикой. Потому что какие-то сложности есть? Ну, товарный знак, во-первых, надо заметить, это и требования федерации. Этого не было сделано. Сейчас идет работа в этом направлении. То есть вот сам этот герб, он не зафиксирован, как торговая марка хоккейного клуба. Ну, я просто думала, там какие-то сложности могут быть, если у кого-то еще что-то похожее есть. Ну, я думаю, что тут не должно ничего. Ну, чтобы тут по всем направлениям, чтобы обезопасить, тем более это требования федерации. По работе с болельщиками, да, конечно, все планируется. Вот начнем прямо со встречи с болельщиками. Я думаю, проведем ее хорошо. Вот, а в сезоне, конечно, планируем. Сейчас у нас ремонтируется автобус. Планирую даже этот автобус, может быть, выделять и болельщикам на какие-то выездные матчи. То есть, ну, я планирую всесторонне заниматься по болельщикам. По билетной программе, я думаю, останется все, как и было. И цена, и абонементы поступят в продаже. Ориентировочно, думаю, где-то, ну, середина, конец октября, думаю, будут уже абонементы в продаже. Цена такая же останется. Время начала матча тоже, наверное, останется, какое и было. Давайте напомним нашим радиослушателям. В будние дни команда в прошлом году начинала матч в 18.30. Да, в будние 18.30, в выходные 13 часов. На 99% так все и останется. Ну, мне бы хотелось сказать еще по поводу знака. Все-таки, как бы то ни было, название команду у нас очень интересное. Родина, да. То есть, тут есть какие-то вопросы, которые возникают, когда мы оформляем этот знак. Вот. Что касается болельщиков, ну, мне бы хотелось сказать о том, что у нас заработал сайт. И другие возможности мы пытаемся еще сделать, чтобы как можно открыто люди понимали, как команда работает, как команда живет. Вот на сайте у нас есть «Задай вопрос тренеру». То есть, мы всегда открыты и готовы ответить на вопросы болельщиков. Поэтому, милости просим, мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Сергей Михайлович, давайте продолжим вопрос от Александра. По поводу работы с болельщиками, по поводу продажи на стадионе, например, чая, горячий, чая, кофе, выпечки. Планируется ли вот это? Да, в прошлом сезоне я привлекал полевую кухню, которая всем понравилась, бесплатная раздача гречной кашки с тушенкой. Вот. Ну, она была рассчитана на 200, на 300 человек. Все желающие подходили. В этом сезоне я все-таки надеюсь, что будет ходить больше болельщиков. Планируем, да, те же самые люди, которые были. То есть, все, выпечка, шашлыки, все это будет. Договоренности есть. Ну, я думаю, сложности не будет. Антон, по кубку у тебя еще остались какие-то вопросы? Покупку, наверное, нет. Скорее, по продолжению подготовки к чемпионату. Все-таки подготовка, Игорь Васильевич не даст соврать, она должна быть планомерной и регулярной. И уже в середине октября в былые годы на стадионе начинали заливать, начинали намораживать искусственный лед. Как сейчас обстоят дела с морозильными установками? Насколько я знаю, они не ремонтировались с 2013 года, когда финал чемпионата России у нас проводился. Как сейчас обстоят с этим дела? Есть ли надежда, что там в середине октября родина уже сможет выйти на свой лед или может чуть попозже? Сейчас холодильные установки, давайте по факту расскажу, они находятся в Москве на ремонте. То есть одна установка у нас осталась в Кирове, она рабочая. Две установки сейчас ремонтируются, скоро приедут. Потом они будут доведены до рабочего состояния, но в середине октября точно не будет. Одно хорошо, что эти установки уже ремонтируются. То, что никому не было дела, благодаря наконец-то нашего министерства спорта, Анне Александровне, эти установки наконец-то начали ремонтироваться. Это самое главное. Но ориентировочно, я думаю, они будут работать где-то в лучшем случае в конце октября. И у нас получаются такие условия, что нам надо обязательно тренироваться на большом льду. Поэтому сейчас у нас будет сбор до 18 ноября. И если получится, то планируем выехать еще в Нижний Новгород на товарищеские игры. Где-то через недельку после этого. Но ждем, ждем. Мы очень ждем, когда заработают холодильные установки. Недавно Федерация хоккея с мячом России обнародовала долгожданный календарь. Его уже с интересом изучили наверняка и тренерский штаб, и болельщики. Игорь Васильевич, как оцените календарь? Начинаем дома, потом достаточно тяжелый выезд. Что касается календаря, наверное, ни один тренер всегда скажет о том, что он чем-то не устраивает. Поэтому идеальных календарей не бывает. Да, есть календарь, есть какие-то моменты, скажем так, тоненькие, не очень приятные. В частности, допустим, мы приезжаем из долгого выезда из Иркутска и Хабаровска. То есть, где смена часовых поясов. И у нас через два дня уже после матча в Хабаровске, причем в дневное время, матч с командой «Динамо» Казань. Это, скажу, что, допустим, какое-то тонкое место. Есть моменты, скажем так, приятные и по логистике. Но, в общем, можно сказать, что календарь нормальный. Надо сейчас адаптироваться к этому календарю и принимать какие-то правильные решения, как добираться, как готовиться к отдельным матчам. Поэтому календарь есть, его еще, так сказать, обсуждаем, принимаем какие-то, надеюсь, правильные решения для того, чтобы сыграть как можно лучше. А вам как тренеру лучше начинать чемпионат России на выезде или все-таки в домашних стенах? Ну, мое личное мнение, как показывает практика, самое неудобное, когда мы едем в Сибирь где-то в середине чемпионата. То есть, все равно, как будто не было получаться этот выезд, после него надо как-то еще адаптироваться, еще много матчей. Поэтому, я думаю, что для нас неплохо то, что мы начинаем, ну, практически там, первые туры в Сибири, вернее, даже не в Сибири, а на Дальнем Востоке. Поэтому, я думаю, что это, вот этот момент для меня лично очень неплохо. Тот факт, что первый матч вот именно со Строителем, да, как Сергей отметил, который давно нам уже не давался, и тут вот он как-то для ребят играет, для вас какую-то роль, что неплохое начало, хороший знак. Ну, хотелось бы сказать о том, что вообще, опять же, то, что мы начинаем дома, первый матч, это, в моем понимании, неплохо. Очень бы хотелось бы в полной боевой готовности подойти к этой игре. Команда «Строитель», я думаю, что эта команда интересная, боеспособная, с которой нужно было отыграть, но ни в коем случае речь не идет о том, что мы будем, так сказать, пасовать перед этой командой, и, ну, как-то неуютно себя чувствовать. Мы будем готовиться и настраиваться только на победу. Упомянули вы уже встречу с Анной Александровой Альминовой, да, министром спорта. Это накануне, насколько я знаю, была встреча, каких договоренностей удалось добиться? Ну, это такая, мы встречаемся частенько, это рабочая встреча, на которой обсуждаются проблемы хоккейного клуба. Практически все вопросы, которые я задал, были услышаны, я надеюсь, что будут они решены. Ну, вот смотрите, просто, да, ни один там, ни два года прошедших все крутилось вокруг того, что профессиональные спортивные клубы должны сами себе зарабатывать на жизнь, да, и мы видели, к чему это в итоге привело. И вот вроде бы правительство там выпускает сообщение, в котором говорится, что некие спортивные клубы все же могут рассчитывать на поддержку в виде субсидий, да, из бюджета. Но все мы понимаем, что под эти условия подходит только Родина. Это какая-то одноразовая история на сезон? Или есть понимание, что дальше у клуба уже не будет таких финансовых проблем, и не придется опять там тех ребят, которых мы с таким трудом возвращали, выпускать опять на вольные хлеба куда-то? На данный момент программа финансирования принята на три года. Сейчас вот она отрабатывается, обкатывается, как мы себя покажем, как все будет выполнено. Если будет все окей, тогда эта программа будет продолжена. Ну, я считаю, что, да, искали какой-то некий баланс, чтобы не полностью финансировать команду. Замечу, что в нашем регионе команда на высшем уровне спортивной осталась одна, эта Родина. То есть вот нашли некий баланс, что какая-то часть финансируется из бюджета, а какая-то часть финансируется из иных источников. Вот если этот баланс будет соблюден, что хочется сказать, что Родина, это хотя и не коммерческая организация, но все равно это коммерческий продукт. В принципе, вот. И хотелось бы, да, сказать потенциальным спонсорам, инвесторам, что мы готовы к сотрудничеству, готовы работать в этом направлении. А мы сейчас прервемся на своих спонсоров. Мы продолжаем дневной разворот. Дарья Топузлева, Антон Погодин, Игорь Загоскин и Сергей Лазуткин, представители команды Родина у нас в гостях, начали говорить о финансировании, да, о том, что пока планово вроде бы на три года. От команды в этом плане что будет зависеть, то есть от клуба, простите, что нужно сделать клубу, чтобы правительство там приняло решение о продлении этого финансирования или о выделении каких-то дополнительных средств? От правительства, ну, я думаю, в первую очередь это зависит игра. Игра, то есть сезон покажет, как работаем с привлечением болельщиками, сколько наберем очков, какую игру показывают, проявляем ли характер. То есть все это в целом, мне кажется, будет зависеть на наполняемость бюджета. Ну, то есть единственный показатель, получается, будет по игре, не по вашим финансовым показателям, грубо говоря. Ну, понятное дело, что идет финансовая, то есть работа с финансовыми документами, с отчетами, приходится перелопачивать кучу документов, чтобы освоить деньги. Но работа ведется, как бы не стоим на месте, я думаю, все будет хорошо у Родины. Тогда такой вопрос, была ли уже поставлена перед командой задача на предстоящий чемпионат России, и не была ли она скорректирована с учетом игр Кубка России? То есть, может быть, попросили занять место повыше в турнирной таблице, или пока таких задач еще не оставилось? Пока таких задач не ставилось. Была речь только о том, чтобы Родина именно показала себя, какая она была раньше. То есть, речь была только о том, чтобы мы все-таки пытались побеждать, пытались показывать себя. Конкретно задач поставлено не было. Ну, я думаю и надеюсь, что задача будет поставлена нам в сезоне на чемпионат России. По спонсорам, да, еще момент. Титульный спонсор у нас прежним остался? Есть тут какие-то или изменения есть? Нет, титульный спонсор Т-плюс. Сейчас ждем от них спонсорского договора. Все, в принципе, должно решиться положительно. Вот, они у нас остались главным титульным спонсором. Кто еще в этом сезоне есть? Кто-то новый, кто присоединился к команде? Ну, сейчас планируется, пока не буду открывать эту информацию, да, планируется привлечение новых спонсоров, потому что, ну, бюджет у нас определен. Вот, но... Ну, эта работа, она будет вестись по сезону или, условно говоря, сейчас вот хватает, уже понятно, что хватит деньги на выезды, на зарплаты, на поддержку команды, то есть на все. И, собственно, уже не нужно искать никого сверху. Или это планомерная работа, она будет вестись дальше? Видите, в чем дело? Сейчас вот все думают, что появилась родина, да, финансирование, у нее очень много денег, и сталкиваюсь с тем, что пытаются как-то самое нажиться уже на родине. Вопрос далеко не так. У нас есть бюджет, он определен. Да, я надеюсь, что он будет исполнен, но этот бюджет рассчитан буквально до копеечки. То есть у нас нет дополнительных каких-то вот денег, за счет которых можно шиковать. Он у нас полностью рассчитан. То есть вот я еще раз хочу обратиться к спонсорам, чтобы обратили внимание на родину. Я шиковать даже, я сразу вспомнила про эту клюшку, про которую вы рассказывали. Шиковать и родина, по-моему, в последние годы эти два термина были несопоставимы. Да, 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 да. Клюшка за 11 тысяч, это уже шик. Шик. Сергей Михайлович, по поводу спонсоров и финансирования, в каком хотя бы примерно процентном соотношении формируется бюджет клуба? То есть какая часть это бюджетное средство, какая часть спонсорские? Ну, зная, сколько выделяет бюджет, легко сосчитать, в принципе, ну, скажем так, давайте все равно примерно скажем 40 на 60. 40 – это бюджетное средство, 60 – это привлеченное средство. Клуб сам сейчас прорабатывает какие-то пути заработка, ну, кроме очевидного, там, атрибутики, билетов, еще, то есть, возможно, какие-то моменты, на которых можно заработать? Клуб наш планирует привлечение всего этого, все работаем в этом направлении. Ну, еще раз повторюсь, что только игра покажет и привлечение болельщиков к реальным самым заработкам. Игорь Васильевич, далеко мы ушли от непосредственно темы хоккея к таким околохоккейным темам. Давайте вернемся, может быть, к самой теме хоккея. Перед началом Кубка России капитаном Родины был выбран Сергей Перминов, хоккеист, который поиграл в самых разных клубах страны, вернулся весной этого года в наш клуб. Как было принято решение назначения капитана? Вы лично назначали или это было тайное голосование в команде? То есть, как проходил выбор капитана? Ну, наверное, мне бы хотелось сказать несколько слов о том, что вот сейчас прозвучала такая фраза, что два года вроде бы отношения были не очень. У нас тут, имеется в виду, в клубе, и команда не так бы хотелось, как бы и играла, и существование все время было под угрозой. Поэтому в этом сезоне было очень приятно то, что уже практически с апреля месяца было правление клуба, где Александр Антонович Чурин, Анна Александровна Альминова присутствовали, Геннадий Александрович Мамаев, там еще отдельные лица, которые ясно сказали, что команда нужна, и мы будем заинтересованы, чтобы команда снова поднималась. Вот это было просто здорово, и мы видим эту, ну, практически заботу на протяжении всего этого времени. Я думаю, что если так будет и дальше, то я думаю, что команда будет очень боеспособна. Вот мы и сейчас сказали о том, что была встреча с Анной Александровной вчера буквально, то есть обсуждаются вопросы, интересуются, все они в курсе всех наших дел, поэтому это очень приятно. Что касается непосредственно вопроса, я бы так сказал, долго было несколько лет, когда мы, по сути дела, назначали капитана, но в нынешней ситуации мы все-таки приняли решение, и как мы считаем, что оно абсолютно правильно, то, что капитана команды мы выбирали непосредственно перед кубком. Это было тайное голосование, скажу так, что на должность капитана, получалось, претендовали довольно-таки большого хоккеистов, но большинством голосов Сергей Перминов был выбран капитаном, два помощника у него Алексей Бушовов, Игорь Леденцов, и вот как показал уже этот турнир, который был на Кубок России, я думаю, что на самом деле это было очень такое правильное решение, потому что эти ребята и вне поля, и на поле были теми заводилами, теми проповедниками идей нашего тренерского штаба, поэтому я думаю, что с капитаном у нас все получилось довольно-таки хорошо. Дарья? Ну, это уже понятно, там, та тройка, которую вы перечислили, это там опыт, мудрость. Как оцениваете игру новичков Кураев, которого в прошлом сезоне ФХМР назвал, насколько я помню, лучшим новичком сезона, как его готовность к сезону? У нас есть, ну, так сказать, боевой состав тех хоккеистов, хоккей с мячом, это вид спорта, когда в матче принимают участие практически все хоккеисты, потому что можно делать неограниченное количество замен, так мы и планируем играть в этом сезоне. Да, безусловно, требовательность сейчас, требования к этим игрокам возросли, если в прошлом сезоне где-то там можно было себе позволить не реализовать какой-то один момент, ничего страшного вроде бы не было, но сейчас, когда идет игра мяч в мяч, и любой эпизод, который происходит, либо защитники, которые выходили там, допустим, Илья Кузьмин и эти ребята там, Дима Курав и Слава Нелюбин, и когда они не забивают там, в частности, нападающие явные моменты, то, скажем так, если в прошлом сезоне, еще раз повторюсь, как-то так все было это, им сходило с рук, то сейчас требования довольно-таки высокие, но то, что эти ребята будут играть и будут получать игровую практику, это однозначно, и мы верим, что они принесут пользу нашей команде. Ну вот, кстати, да, по стандартным положениям, я помню, в прошлом сезоне много вопросов вызывало реализация пенальти, в этом сезоне я, к сожалению, не за всеми матчами следила, как тут дела обстоят, будете на это как-то какой-то упор делать. С пенальти у нас вообще все здорово, 4 пенальти били, 0 забили. Нет, на этом веские причины, можно добавлю, в этом турнире были опробованы новые мячи, хоть это и такое небольшое оправдание, но по разговорам с самим хоккеистом, они оказались немного не такие, которые были, то есть они были немножко то ли тяжелее, то ли больше, и удар не шел, но у нас есть другой плюс, мы угловые хорошо реализовали. Чего в последние годы с Родиной, по-моему, не случалось? Ну, я бы сказал, что это ответ болельщика, по сути дела, да, который говорит о том, что вот у нас давно нет таких разборов и разговоров, что что-то там помешало, либо клюшка короче, либо мяч квадратнее, да, то есть надо выходить и забивать 12-метровое. Да, безусловно, опять же, есть объективные и субъективные причины, но это наша проблема, которую нам надо обязательно решать. Есть ребята с хорошим ударом, но именно когда и в какой момент матча вот этот хоккеист находится в таком, самое главное, в хорошем психологическом состоянии, чтобы подойти и забить этот 12-метровый, этот вопрос еще нам надо, так сказать, обязательно продумывать и решать. А недавно тут, ну как недавно, наверное, раз месяц назад обсуждали тоже проблему тут на прямой линии с губернатором, Игорем Васильевым, и он сделал такую ремарку по поводу того, что в кировских профессиональных клубах должны быть только исключительно кировские хоккеисты, и в том числе упомянул Родину, и мне это показалось несколько странным в том плане, что, ну, Родина, наверное, одна, ну, не то чтобы из немногих команд Суперлиги, да, но та команда, которая как раз-таки, вот мы всегда гордились тем, что наша школа вся играет в основе. И эта политика, она будет продолжена? Насколько я знаю, у нас сейчас буквально там два-три человека, они не кировские. Да, и мое мнение, так сказать, оно абсолютно совпадает, потому что и сейчас несколько, буквально месяц назад слушал интервью Колобков, даже не интервью, но, по сути дела, был диалог, где общались Колобков с Фикисовым, да, и там ясно говорилось о том, что особенно в таких регионах, ну, как Кировская область, город Киров, есть команды, и очень здорово, когда в них играют свои воспитанники, то есть это интерес поднимает, и, ну, какой-то вообще смысл правильно, наверное, принимает. Поэтому мое мнение, что однозначно ребята должны быть только кировские, вернее, не только кировские, в большинстве, да, в этом году у нас, учитывая, ну, скажем так, мы точечную селекцию провели, по тем позициям, в которых у нас были проблемы, мы пригласили двух хоккеистов, это Стас Исмогилов и Егор Шитко, на данном момент это два игрока, которые у нас иногородние, но вот я бы хотел сказать, что мы, помимо того, что когда именно профессиональное качество хоккеиста выбирали, и выбирали хоккеистов, которых мы приглашали в команду, мы очень обращали внимание на человеческое качество, потому что нам очень важно, чтобы был коллектив, чтобы было взаимоотношение между всеми членами этого коллектива, поэтому эти ребята еще очень хорошо в этом отношении влились к нам в команду, поэтому это очень здорово, что, я думаю, что на данный момент они у нас есть. Полминутки у нас буквально остается. Не обсуждали ли в правительстве вопрос строительства крытого льда? Я понимаю, что это извечный вопрос, но, тем не менее, может, какие-то подвижки есть. Да, обсуждали с Александром Анатольевичем, Анна Александровна, обсуждали, нашли понимание, что будем двигаться в этом направлении, в принципе, создать кластер по хоккей с мячом и по конковежному спорту, который тоже близок к нашему краю. Да, понимание есть, и я так понял, что и работа в этом направлении будет вестись. Но это перспектива каких-то ближайших двух-трех лет или не раньше 10-15? Нет, это, так скажу, перспектива двух-четырех, наверное, лет. Я думаю, в принципе, этот вопрос возможно будет решить. Но он, понятное дело, решается на самом высоком уровне. Мы были, я дополню буквально три секундочки, мы были в федерации, когда оформляли заявку на кубок, общались с членами федерации, в частности, господином Мяусом, то есть есть возможность попасть в какие-то программы, федеральные программы для того, чтобы было софинансирование, для того, чтобы каток был. А, конечно, каток нам просто необходим. Игорь Загозкин, Сергей Лазуткин, Дарья Топузлева, Антон Погодин. Всем спасибо, завершаем.